Всем доброе утречко, девочки мои! Ну, сегодня хоть немного распогодилось. Два дня вообще поливал дождь. Небо было темное, пасмурное, холодно. Ну, сейчас так, свежо. 20 градусов, ну, хоть солнышко появилось. Хоть немножко неба. Ну, сегодня все равно дождик, вроде как обещали. Ладно. Ну что, девочки, начинаем новый влог. Короче говоря, выходные дни. Я дома тут работала, снимала, монтировала. Снимала, монтировала. Дождь поливала, на улицу ходить не хотелось. Хорошо, что у меня есть такая привычка. Немножечко продукты брать себе впрок с запасом. Короче говоря, запасы это всегда выручают, когда не хочется выходить на улицу. Но есть из чего что-нибудь приготовить. Сегодня я решила приготовить соус. Ну, для меня это соус. Для кого-то это суп называется. В общем, картошка, мясо. У меня хорошо, что вот есть мясо в морозилке, картошка. Морковка и лук. Зажарочку сделаю. Я буду это готовить в мультиварке, потому что там не нужно следить за температурным режимом. Все это закинул немножечко обжарочку и потом поставила на тушение. Все готовится, очень вкусно получается. Вот, ну и что, присоединяйтесь. Смотрите, в холодильнике полочки у меня прямо пустые. Но у меня есть полбулки хлеба, это хорошо. Масло, сыр есть, сметанка, творог есть. Кстати говоря, яиц мне хватит для запеканки. Можно сделать запеканочку. Молоко, сок, там зелень. В общем, ничего особенного. Ну вот я мясо размораживаю сейчас. Начистила еще картошку, морковку, лук у меня еще есть. Там, кстати, пол луковицы где-то я видела. Вот сюда ее, все это. И в мультиварку сейчас все покидаю. Пусть будет соус у меня горячего хочу. Так, лук с морковкой немножко обжарила. Все. Как советовали мне. Вначале лук с морковкой, потом закидываем туда мясо. С мясом сейчас немножечко еще обжарим. Хорошо. Так, картошечку я уже порезала. Сейчас зелень подготовлю. Буду отдыхать пока. Так, ну все, мясо у нас закрылось. Закидываем туда картошку. И надо водичкой залить. Поставим режим тушения. Да поставлю ее на час где-то вот так. Все, воды много наливать не хочу. Просто, чтобы оно закрылось. И все. Можно, в общем-то, сразу посолить. Можно попозже. Я, наверное, попозже чуть-чуть. Через полчасика посолю, поперчу. За пять минут до конца закину зелень. Все, лавровый листик. Ну все, все готово. За десять минут я посолила и зелень положила. Оно еще продолжает кипеть, но я уже выключила. Все готово. Пора уже обедать. Ой, вкуснятина. Соскучилась я вот по этому блюду. По этому блюду. Иногда, когда один кусочек мяса, я думаю, приготовить первое или второе. Вот это блюдо как раз, оно и первое, и второе. Мясо с картошкой, в то же время с бульончиком. Прямо прелесть. На обед то, что нужно. Включила какой-то триллер. Сейчас надо на паузу поставить. И пойти. Гудленд называется. Пойти надо замутить сейчас запеканку. Поставить его пекаться. Так, ну а на улице что-то заволокло. Небо потемнело. Ну, сейчас дождик пойдет. Поставила я фильм на паузу. Девочки, решила быстренько намутить запеканку. В общем, короче говоря, у меня творог вот такой 9-процентный. Две пачки. Здесь по 300 грамм. Одно яйцо я беру. Ну, на полкило одно-два яйца. Я думаю, одного хватит яйцо. Четверть стакана сахара. Чуть-чуть соли. Немножко ванилина я сюда добавила. Так, вот это вот манка. Четверть стакана манки. Нужно развести молоком. Чтобы оно чуть-чуть разбухло. Ну, вот оно уже разбухло. Я сюда это все выкладываю. Так. Готово. Хочу по-быстренькому сделать запеканку. Пока она запекаться будет. Пока она остывать будет. Но она как раз у меня к полубнику будет готова. Так, выкладываю сюда творог. Творог этот такой рассыпчатый, хороший. Если он кусочками, его лучше тогда кусочки эти раздавить. А этот прям хороший, рассыпчатый. Запеканку делала уже не раз, девочки. Я думаю, сейчас не надо сильно тут останавливаться, зацикливаться на этом деле. Так, и что? Ложку туда сметаны положим. Вот так. Все это перемешаем. Ну и смотреть надо на консистенцию. Да, я залила немножко водичкой этот изюм. Изюм делать надо сколько. Сколько нравится. Кому-то побольше, кому-то поменьше. А кто-то вообще делает без изюма. Девочки, поела я соус. Такой шикарный, просто божественный соус получился у меня. Только не пишите, что это не соус. Но это для вас не соус, для меня соус. У кого как. Вот такой вкусный, прямо тает во рту. Просто приотличненько. Так, я вот это дело все размешала. Но на мой взгляд и вкус, оно должно быть немножко пожиже. Поэтому можно это немножко еще размешать. Добавить сюда либо молочка, либо кефирчика. Такое вот что-то молочное. Чтобы оно было, ну как вот тянущее. Как густая сметана. Просто будет сухое, иначе будет сухое. Так, молочка еще приснул сюда. Есть у меня тут еще молочко. Ну-ка посмотрим. Уже лучше становится. Еще капельку добавлю. Кефира нету. Можно было бы кефира, йогурт натурально добавить. Так, все, красота. Сейчас я сюда добавлю еще изюм. Водичку надо слить. Изюм сполоснуть. И дам чуть-чуть постояться. Приготовлю пока формочку. Хорошо, что я купила вот такую вот формочку. Это я в фикс прайсе брала. И вот когда полкило, вот такая формочка, мне кажется, должна подойти очень хорошо. Я в такой форме еще ни разу не выпекала. Но вот как раз и попробую. Вот, обычно я в свою форму застилаю бумагу. Но здесь я решила бумагу не застилать. Потому что можно еще, как вариант, сливочным маслом смазать. Смазать стеночки. Сейчас я смажу это все дело. Включила я духовочку. Она у меня разогревается. А на улице все-таки пошел дождь. Ну вот как хорошо. Как хорошо, когда есть дома запасы продуктов, из которых можно что-нибудь сваять. Так, у меня прям масла даже много. Ну ладно. Как раз таки очень даже интересно, что получится. Ну это масло, вот чтобы оно к стенкам не прилетало. Все. Ну как хорошо сидеть дома, что-то ваять. Когда на улице идет дождик, неохота никуда выходить. Все. Так, ну и все. Теперь я сюда изюм добавила, все перемешала. Изюма можно было бы еще больше положить. Ну ничего страшного, ладно. Так, все, выкладываем все это в формочку. Вот, как раз прям хороший размер. Вот, для полкило творога как раз хороший размер. Ну здесь 600 грамм творога, но все равно, что полкило. Вот, прекрасно. Теперь все разровняем. Все. И отправим в духовочку, в разогретую на 180 градусов. Ну, примерно полкило, это будет меньше, чем 50. По-моему, 40 минут в прошлый раз я делала. Но, в любом случае, я смотрю, когда верх подрумянился, значит, все уже готово. Так, заглянем в духовочку. Ой, видно прямо, как дышит запеканочка. Ну, она уже почти готова. Уже прошло 45 минут. Сейчас еще несколько минуточек и буду выключать. Все, выпекалась у меня запеканка 50 минут. И она даже поднялась, я смотрю, и она от стенок уже отходит. Но надо дать ей остыть, чтобы потом ее разрезать. Подождем, пока остынет. Ну, наконец-то я дождалась, что моя запеканочка остыла. Сейчас я ее хочу покушать со сметанкой. Ну, я уверена, что она вкусная. В общем, там даже сомнений никакого нет. Вот, кстати, формочка мне тоже понравилась. Ничего не прилипло. Все сразу отстало от этих краев. Маслом я хорошо смазала. И, в общем, все прекрасно, все отлично. Девочки, я съела запеканку. Запеканка прям тает во рту. Вообще, я не знаю. Я приготовила сегодня соус, который тает во рту. Просто приотличный, пришикарнейший, обалденный. И запеканка просто приотличная получилась. Вот, ну, советую сделать. Что я вам хочу показать? Я уже третий вечер делаю вот такой вот рисунок. Смотрите, какой красивый. Вечером сажусь, когда уже все мои дела поделаны, все сделано, я сажусь, включаю какой-нибудь фильм. Кстати, то, что я сегодня включала, мне не понравилось. Сейчас по телевизору начался фильм «Дьявол носит Прадо». Я смотрела этот фильм, но все равно он какой-то вот такой интересный экшен. И хорошие артисты там играют. И вот сажусь, и вы знаете, вот такое вот, вот это занятие, оно просто как-то успокаивает прямо. Я вот такую картинку, это вот, это вот, это вот, что это я брала, видите, в фикс-прайсе, 99 рублей стоит, называется набор для творчества «Алмазная вышивка». Вот, мы как-то с Настей вот такую штучку уже делали. Но там была картинка полегче, там было, по-моему, всего 5 цветов. Эту картинку я выбрала, потому что мне понравилась эта птичка, но уже когда я дома рассмотрела все это повнимательнее, поближе, у этой птички 16 цветов. Из них голубых оттенков только раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, голубые, бирюзовые, семь отливов, семь оттенков. Притом тут такие знаки, мало того, что помимо цифр, тут еще какие-то крестики, нолики, равно больше, меньше, римские цифры там. В общем, короче говоря, я сама даже некоторые боялась перепутать цвета и не туда их наклеить. И, в общем, этих цветов, да, разных вот тут осталось уже, видите, разных-разных оттенков. В общем, короче говоря, я решила для Насти взять картинку попроще, а эту картинку, ну, она понравилась мне своей расцветочкой, очень такая прям симпатичная получилась. Мне осталось только белый фон вот этот заполнить, вот то, что серое, белый фон. Я вообще хочу эту картинку поставить в рамочку даже и повесить на стенку. Оно вот это все блестит, так переливается. Я не знаю, видно вам, цвет отсвечивает, как бриллиантики такие. В общем, красивая, мне прям так нравится. И вот я с удовольствием сейчас сижу и вот эти вот втыкаю вот эти вот штучечки. Вот такая палочка, и там липкая штучка на конце. И просто берете вот так вот раз и сюда. И тут нарисованы нолики, вот на каждый нолик надо по этой штучке прилепить. Кропотливое занятие, но когда никуда не спешишь, в общем-то, даже такое, знаете, как меня затягивает. Я сижу тут вечерами, пока не устану, пока глаза не устанут. И сижу вот это наклеиваю. И потом результат тоже радует. Мне нравится это дело. Ладно, когда закончу, я вам потом покажу, что получится. Должна получиться красота, красотичная. Вот, рядочек закончила. Пойдем следующий делать. Ура! Я закончила птичку. Девочки, смотрите, как она переливается. Красно. Вот такая работа. Представляете, сколько там вот этих точечек. Очень много. Ну, все, теперь в рамку, на стеночку. Все, пол одиннадцатого, пора спать. Всем доброе утро, девочки мои. Я утром собралась и решила выйти из дома. Мне нужно по магазинам уже сегодня прошвырнуться. Все по чуть-чуть, но только в разных магазинах. Но эти магазины, правда, все рядом находятся, это меня радует. Погода у нас пасмурная. Дождик скоро пойдет. Дождь каждый день нас балует. Жары нету. Вообще, на градуснике у меня 17 градусов. Я и кофточку одела, и кофту, и под нее там вроде как тепленькая с рукавом. Но так как нету ветра, на улице кажется теплее, чем на градуснике. Я бы сказала, что на улице прямо здорово, хорошо. Вот. Ну, прическа моя к концу дня будет лохматая. Уже у меня завихрушки, завихринки появляются, кучерящечки. Так, ну все, поехали дальше. Пошли дальше в магазин. Девочки, зашла я в фикс прайс. Вообще, я тут сильно ходить не собираюсь. Как бы у меня времени в обрез. Но может что-то интересное покажу. В ателье я отнесла, я шить свои чехлы. Кстати, занесла тут рядом. Мне нужна фоторамка для вот этой картинки, которую я вчера вечером доделала. Ну, я смотрю, здесь разные, как бы есть размеры. Ну, мне размер нужен. Здесь указывается размер, я смотрю, 24 на 16,5. Вот это вот более-менее похожее. Но меня интересует внутренний размер. У меня картинка 20 на 15 где-то. Надо будет сейчас померить, может вот это подойдет. Ну, цвет, конечно, хотелось бы беленький или стальной. Ну, тут я смотрю, выбора нету. Нету белых. Бежевые. Ну, в принципе, бежевый тоже подойдет. Ну, сейчас я посмотрю, что тут будет интересное. Здесь вот фотки маленькие. Здесь маленькая фотка, хотя рамка большая. И тут тоже самое, я смотрю. Фотка маленькая. Не поместится моя картиночка туда. Ну, а тут уже большие совсем идут. Ладно, сейчас посмотрим. Смотрите, какая шкатулочка 249. Она вся стеклянная, интересно. Крышка открывается, закрывается. Вот интересно, вот ее для каких-нибудь, там, не знаю, красивых штучек применить бы. Но мне она не нужна. Цветочки. Не знаю, взять цветочки какие-нибудь такие. Или не нужно уже их брать. Вот розовенькие, симпатичные. Ладно, идем дальше. Так, ну что, глянуть заодно еще на что-нибудь. Хотя я тут задерживаться, в общем-то, не хочу. Не планировала. Быстренько надо пройти, купить то, что я себе записала. И все. Так, где вот эти картиночки? Надо для Насти картиночку выбрать. Где-то я их видела. Сейчас поищем. О, я вижу. Вот они висят разные тут. Надо Настечке подобрать что-нибудь. Опять выбрала я яркие картинки с разными оттенками. Вот это, мне кажется, самая простая. Хотя я смотрю, здесь вообще немало этих цветов. В общем, две картинки взяла. Будем смотреть. Если что, сама сделай, если внучка не захочет. А рамки нужного размера я не нашла. Но вот это для птички подойдет, для цветочков уже не подойдет. Остальные большие. Но посмотрю еще в другом месте. Вот светильнички какие прикольненькие. 99 рублей стоит вообще в спаленку положить, ребенку поставить. Такой прикольный. Вот этого я еще не видела. Термометр цифровой кухонный. Это вот такая вот штучка, щуп. Опускается, наверное, в жидкость, в воду. 149 рублей стоит. Прикольно. Но я не знаю, нужен мне такой или нет. Зачем он мне нужен. Но это прикольно, да? Новенькое что-то. Я не видела этого раньше. Щетка для чистки барбекю. Жесткая довольно-таки. Но я тоже такую еще не видела. Я смотрю, тут тапочки такие моющие появились. Разные. Вот такие есть. А вот это такие же у меня, только розовые. Прям такие же. Такие есть на танкеточке чуть-чуть. А вот эти вот вообще неудобные, ужасные. Так, ну тут, короче, есть разные. Типа калоши, да? А это прям точно калоши. Так, ну все, короче. Ходить мне тут особо некогда. Сейчас мороженое посмотрю. Если есть мороженое. Возьму себе мороженое. Так, ничего такого особенного. Для купания деткам есть такие вот. Маска и трубка. 149 рублей стоит. Круг надувной. Весы электронные. Ничего себе. Так, ну набрала я себе опять полные руки. Кроме фикс прайса, зашла еще в мясной магазин. Взяла свинины, вот кусочек надо разделать. Взяла леляшечки, леля-кебаб, свиноговяжий надо попробовать. Цена такая, недорогая вроде как, нормальная цена. Вот, ну свеженькие сегодняшние. Взяла в ларечке еще зелень, петрушка, укроп, лучок, огурцы по 120, кабачки. Кабачки не помню почем, но тоже недорого. Ну и зашла еще в пятерочку, елки. В пятерочке тут вообще. Так, туалетная бумага, что у нас тут, яйца, сметана. Взяла любимую свою шоколадочку, вот эту вот с цельным миндалем. Вкусный шоколад, мне нравится. Одну пироженку взяла. Капуста, колбаса, сервелат финский. Ну, мне нравятся иногда бутербродики. Парочка бананов, картошка молодая. И лив. Все. Опять набрала, девочки, полные руки. И самое главное, запарилась на улице жарче, чем я думала. Вот вроде температура невысокая, но ветра нету, поэтому жарко. Короче, надо раздеваться. Мне даже в джинсах было жарко, уже не говоря о том, что на мне две кофты. Вообще. В общем, девочки, перекусила я, съела я один люля-кебаб. Короче, мне очень понравился свиноговяжий. Это брала донские традиции у нас в магазине. И вот цена за килограмм 649 рублей. Две штуки у меня вышли на 263 рубля. 406. Ну, 400 грамм. Короче говоря, две штуки. Одна 200 грамм. Ну, я съела, половину хотела, целиком съела. Вкусный очень, с огурчиками прямо хрустящими. И открыла я вот этот сок. Я брала его в пятерочке как-то чуть раньше. Не сегодня, а в другой день. И, в общем, мне очень сок этот понравился. Он мне напоминает, знаете, как из детства. Сок это чистое яблоко. Сок 100%, осветленный. Яблочный сок. Не кислый. Мне прям понравился. Даже вообще. Вот не сахарить ничем не надо разбавлять. Прозрачный такой, вкусненький. Так, ну что тут у нас? Дело подходит к вечеру. Я мясо разделала. Взяла, поврезала. О, беру просто доску. Одеваю на нее пакет. Чтобы доски не прилипали вот эти кусочки. И вот такие отбивные заморозила. Все. Теперь мы их подкладываем в кучку. И все. Теперь как только надо будет. Разморозила. Раз. Подшлепала их. И в яйце. И в панировочных сухарях. Все. И готово. Все. Теперь вот так можно положить их в морозилку. Вот так я делаю. Вот для мяса покупаю. Вот. А зелень я помыла. Петрушку с укропчиком. Помыла. Срезала кончики. И чуть-чуть налила вот так в стаканчик на донышко воды немножко. И все. Я тут закрою чуть-чуть пакетом. Только не сильно. А только вот кроме. Чтоб там немножечко как парников. Парничок был такой небольшой. И таким образом зелень очень долго в холодильнике сохраняется. Так, девочки. О, интересно. Я вижу прям ярко-розовый цвет. А здесь я не вижу, что он ярко-розовый. Ставила новые батарейки. Хочу, чтобы вот здесь все светилось розовым. О, вот так на расстоянии видно. Красиво, да? Ну, все, девочки. Свои дела я все поделала сегодня. В общем-то, много дел достаточно сделала. Сходила в ателье. Выкроила я вчера вечером еще. Покрывала с пледа такого светленького. Выкроила чехлы на спинке дивана. На подлокотнике. Вот. И отдала их в ателье, чтобы их там пошили, прошили. В общем, к концу недели их сделают. Так как не срочно. Я им сказала, сделайте, когда сделаете. В конце недели заберу. Но это вы уже увидите в другом видео. Не в этом. Посмотрите, как это будет в итоге выглядеть. Вот. Готовить сегодня не стало ничего. Потому что люляшки купила. И, в общем, соус я поела, который вчера делала. И еще перед сном вечером поем уже запеканочку. Она у меня еще осталась. Ну, а сейчас за просмотром телевизора, вечерних передач, решила заняться вот этим рукоделием. Девочки, что-то мне очень понравилось это занятие. Я не знаю, для детей, но или для взрослых. А может быть и для тех, и для других. Но очень мне понравилось. В общем, короче, птичка моя готова. Ну, кстати, я сегодня зашла в фикс прайс. Потом зашла еще в один магазин. Нигде я не нашла подходящего размера рамочек. Вот. Так что я еще планирую кое-куда съездить. Рамочки я хочу купить. Ну, по крайней мере, три рамочки я хочу купить на три картинки. Птичка у меня готова. Сейчас я не знаю, с чего начать. Ну, я думаю, что, наверное, я, Настя... Вообще, знаете, Настя последняя, вот, когда мы делали с ней картинку тогда, ну, она очень быстро теряет к этой работе интерес, наверное, потому что все-таки здесь такая рутинная работа. Вот для меня это так, знаете, как успокоение, может быть, нервов даже. Вот смотришь какую-то там программу, телевизор, ну, вместо того, чтобы просто тупо лежать на диване, руки работают, как-то отдыхаешь, и в итоге смотришь, какая-то картинка вырисовывается, какое-то творческое начало. Поэтому я даже, честно говоря, от себя не ожидала, что у меня появится интерес вот к такому делу. Ну, это как мозаика, знаете, так собираете. Например, вышивать я не люблю, ну, может быть, потому что у меня, как бы, зрение не очень. Вот эту нитку в иголку туда-сюда вдевать мне не очень нравится. А здесь вот такие вот штучечки, такие капельки ставишь, разных цветов, вырисовывается, очень симпатичная такая картиночка, и она потом блестит, еще так переливается, в рамочку поставить будет красиво. Птичка у меня готова уже. Классно. Ну, поэтому, если кому-то интересно, может быть, кого-то даже заинтересовать, попробуйте взять такую картинку. В фикс-прайсе, у кого есть фикс-прайс, и попробуйте вот себя в таком творчестве, может, вам понравится. Вот. Ну, я не знаю, я падкая на все ярко. Мне и та, и та картинка нравится, но я почему-то хочу цветочки. Я люблю цветы, хочу с цветочков начать. Вот. И сейчас я, в общем-то, буду этим заниматься. Вот насколько хватит у меня, пока не устану, или, бывает, глаза устают больше, потому что лампа отсвечивает все равно, и все равно глаза устают больше, чем... Ну, может, спина еще уставать, если я сижу долго, я же говорила, долго сидеть не могу. Так, ну, я хочу посмотреть, сколько же здесь цветов. У птички 16 цветов. А здесь сколько? Так, а здесь 12. Вот берем картинку. Кстати говоря, она даже не на бумаге, я бы сказала, а как, знаете, как гибкая, как на клеенке, вот если с обратной стороны посмотреть, как на клеенке. И здесь вот такая вот какая-то липкая... Вот там, где вот эти вот стоят точечки, клеточки, там вот липкая сторона. И вот здесь вот уже показывается, какого цвета вот эти точечки. Они вот разные, разные в пакете лежат, разноцветные, видите? Вот. Тут есть чашечка, тут есть палочка, где она тут есть. Вот. И все. Ну, 12 цветов. Но, во всяком случае, яркие. И смотрим, какой номер цвета. Выбираем. В эту чашечку я насыпаю, где она? Вот она чашечка, палочка. А здесь такой вот, как воск, палочку туда окунаем, как втыкаем, чтобы вот этот кончик был липкий. И так вот раз, 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 раз. Вот интересно получается. В общем, я этим сейчас займусь, но в других видео вы уже увидите продолжение этой картинки, что там я уже сделала, что там мне еще останется сделать. Ну, в принципе, вот у меня сейчас вот эти последние дни как-то были свободные, так, по времени. Поэтому я за три дня птичку сделала. Три или четыре дня, я не могу, не помню. Четыре. А, нет, три дня, три вечера. За три вечера я сделала птичку. Ну, я тут думаю, что будет, может быть, подольше. Ну, по крайней мере, начну и потихонечку буду вот так вот в свободное время, когда делать нечего, когда захочется повтыкать, я буду втыкать вот этой палочкой, вот эти вот точечки цветные. Вот. Ну, все, мои хорошие. На этом видео хочу вот это закончить. Завтра новый день будет, и новые будут дела, и новое видео начну. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.